Выбор моделей, доступных для состоятельных граждан, стал шире. Теперь, имея около 14 миллионов рублей, кроме дизельного кроссовера Bentley Bentayga и длиннобазного рейнджровера, можно купить Mercedes Maybach GLS. Если быть точным, то стартовая цена первого вседорожника со значком Maybach 14 миллионов 330 тысяч рублей. Но её можно удвоить, обильно нафаршировав исходную машину всевозможными опциями. Вот как это может происходить. Хотите двухцветную окраску кузова? Плюсуйте 2 миллиона 100 тысяч рублей. За колеса диаметром 23 дюйма придётся доплатить 720 тысяч. Раздельные кресла сзади — это ещё сверху 216 тысяч рублей. И так далее. В итоге цену паркетника можно довести до 26 миллионов рублей. И надо полагать, многие обеспеченные россияне захотят это сделать. Их наверняка не смутит, что дорогущий Maybach почти неотличим от исходного Mercedes'а. Снаружи Maybachу полагается лишь другая решётка радиатора, богатый хромированный декор до колёса особого дизайна. Зато внутри топовый GLS — это царство роскоши и простора. Убрав сиденье на галёрке, создатели машины сдвинули кресло второго ряда назад, чтобы седоки чувствовали себя вольготнее. Наверное, большая часть заказанных автомобилей будут четырёхместными. Но даже если брать пятиместную компоновку, боковые секции заднего дивана могут откидываться, чтобы пассажиры могли передвигаться полулёжа. За их комфорт отвечает пневматическая подвеска. За скорость перемещения — четырёхлитровый битурбомотор со стартер-генератором. При желании чистую пневматику можно заменить на гидропневматику. Но выбрать другой силовой агрегат не получится. Только бензиновый битурбо и только девятиступенчатый автомат. Тарахтеть дизелем — это, согласитесь, не камильфо. Купить кроссовер Mercedes Maybach можно будет уже осенью. А вот автомобиля марки Aorus придётся подождать подольше. Так, выход внедорожника Commandant запланирован только на 2022 год. Его дизайн теперь запатентован, поэтому будущие покупатели уже могут его рассматривать и обдумывать покупку. Заодно Nami оформил защитные документы на тяжёлый мотоцикл. Это будет электрический байк, которому до конвейера предстоит добираться те же 2-3 года. Продолжение следует...